Лучшие аграрии Кубани. Люди, которые не понаслышке знают, какова настоящая цена хлеба. Предовики АПК собрались на грандиозном празднике урожая в Краснодаре. Впервые краевое мероприятие проводят в октябре, когда на всех полях уже практически завершена уборка. С самого утра на площади перед дворцом Спорта Олимп развернулось праздничное действие. Многометровая пирамида из овощей, увенчанная караваем, стала главным украшением праздника. Здесь расположили все дары осени. Гостей угощали горячим чаем, который разливали из огромного самовара. А рядом на площадке стояли празднично оформленные автомобили Нива. Они предназначены для чемпионов жатвы 2017. В этом году кубанские аграрии собрали рекордный урожай – 14,7 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур. Дружинка в поле и победители конкурса профессионального мастерства среди работников основных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края приветствовали творческие коллективы Кубани. И первым героев дня поздравил губернатор. В своем выступлении Вениамин Кондратьев отметил, что люди, собравшиеся в зале – это опора и сила кубанской земли. Глава региона поздравил агрария с очередным рекордом. Впервые в этом году в промышленных объемах собрана пшеница второго класса. Справедливо честовать всех агрария в Кубани в единый, общий, большой день урожая. Потому что вы единая, большая, общая аграрная семья. Семья, которая обеспечивает продовольственную безопасность нашей великой России. Низкий вам за это поклон. Вы – наша гордость. Селяне с натруженными мозолистыми руками. Вы – настоящие герои нашего времени. Вы знаете истинную цену урожая. Вы знаете настоящую цену кубанской земли. И за это земля вас щедро вознаграждает рекордными урожаями за ваш труд, за ваше упорство. Я первые слова благодарности, конечно, хочу сказать нашим хлеборобам. Битву за хлеб этого года вы снова достойно выиграли. Честь вам и хвала. Наш каравай хлеба в этом году составляет 10 миллионов 364 тысячи тонн. И это снова рекорд. Мы впервые в промышленном объеме собрали пушеницу второго класса. Вот здесь вы взяли и количеством, и качеством. Средняя урожайность у нас 64 центера с гектара. А в отдельных передовых хозяйствах 70, 80 и даже 90 центеров с гектара. На агропромышленный комплекс приходится самый большой объем инвестиций в Крае. В этом году выделено свыше 6 миллиардов рублей господдержки. Власть будет делать все возможное, чтобы повышалось качество жизни на селе. Заверил, обращаясь к участникам праздника, Юрий Бурлачко, председатель законодательного собрания Края. Вопросы агропромышленного комплекса и социального развития села находятся в центре внимания депутатов законодательного собрания Краснодарского края. И я гарантирую, что такой подход и такая работа будет продолжена. Дорогие друзья, еще раз хочу вас поздравить с этим прекрасным праздником. Пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия и новых побед, новых больших урожаев. Поздравить с праздником урожая работников сельского хозяйства приехал член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Владимир Бекетов. Он отметил, что Кубань – великая труженица, и ее главное богатство – это люди, искренне любящие свою землю, преданные родному краю. Тот урожай, который есть, те результаты, которые мы имеем, это плод труда, плод повседневного труда. Мы с вами помним, как начиналась борьба за высокую культуру земледелия. И сегодня проезжай от Отрадной до Темрюка по территории Краснодарского края, и ты везде увидишь действительно высокую культуру земледелия. Настал самый торжественный момент – награждение победителей конкурса профессионального мастерства среди работников основных отраслей агропромышленного комплекса Краснодарского края. На сцену за заслуженными наградами поднимались представители муниципальных образований, занявшие призовые места. И вновь Лобинский район в числе победителей. В этом году по южно-предгорной зоне лобинские труженики получили в среднем по 58,5 центнеров гектара. А это третий результат по итогам краевого соревнования. На пьедестал подсчета пригласили главу района Александра Сачикова и его заместителя по агропромышленным вопросам Олега Кухно. Губернатор им вручил благодарности. Я хотел бы прежде всего поздравить сегодня всех тружеников сельского хозяйства, агропромышленного комплекса с большим праздником, праздником урожая. Сегодня край в торжественной обстановке празднует этот большой праздник, праздник, который был всегда большой радостью на земле Кубанской. Лобинский район в 16-й раз завоевывает призовое место по южно-предгорной зоне. Вы знаете, если вам сказать, вот именно как год он прошел, то я хотел бы сказать, что каждый год он очень своеобразный. Он не похож один на другой. И этот год был тоже очень своеобразный. Но он был благоприятным. Но во многом он сказал также хлеборобам, что имейте в виду, что легкого хлеба не бывает. И вот когда подытожили итоги уборки урожая, то увидели, что показатели достаточно высокие. И не только по зерновым культурам. Я хочу сказать, что этот год в целом, он очень своеобразно удачный год. Высокие урожаи зерновой кукурузы, сои, подсолнечника, сахарной свеклы. Сегодня взяты такие уровни, о которых только в свое время мечтали. Это все дается трудом и большим трудом хлеборобов, тружеников полей. И вот сегодня их особенно хочется поздравить, потому что это кормильцы. Это люди, которые не знают ни дня, ни ночь. Это люди, которые работают для того, чтобы накормить страну, накормить людей. И вот хотелось бы поздравить также ветеранов. Людей, которые всю жизнь свою отработали на разных должностях в агропромышленном комплексе. Сказать им огромное спасибо за тот труд, за те традиции, которые они вложили в землю Лобинскую. Сказать им огромное спасибо за то, что они по-прежнему болеют. Какой будет урожай, какая будет цена на хлеб, как выглядят поля. Поэтому мы видим, что сегодня дана высокая оценка труженикам полей Лобинского района. Высокий уровень оценки дан также и районам. Лидеры агропромышленного комплекса получили благодарность от губернатора. А четверки победителей жатвы 2017 подарили машины «Лада-Нива». Для создания праздничного настроения перед гостями праздника выступили самые лучшие и яркие творческие коллективы Краснодарского края. Под громкие овации они танцевали, пели и заряжали невероятной энергетикой каждого, кто сидел в зале. Дальтвиненко, Горисаков, телекомпания «Лобан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...